Не исключено, что в ближайшем будущем в Сверске появится свой крамник Эликаспаров. Сегодня в городе презентуют сразу две гигантских шахматных доски под открытым небом. Ладьи, кони, пешки изготовлены из полимера местным художником Андреем Михайловым. На изготовление фигур умелец потратил полгода, а скульптура называется «Бородино». Шахматным королям автор придал портретное сходство Кутузова и Наполеона. Однако французскому императору с ростом явно польстили. Впрочем, и русский полководец заметно похудел. Поздравляю всех жителей нашего города. Мы являемся спортивной территорией. У нас много спортивных направлений, но это еще не предел. У нас много пожеланий, у нас много стремлений. Утром шахматы, днем скульптуры. Десять дней, 11 авторов со всей области трудились над работами по мотивам басен Ивана Крылова. Труд весьма кропотливый. Сначала делается модель, затем каркас, сетка, а уже потом из вояний облекают в бетон. Виктория Романова живет по соседству. Она наблюдала, как из бесформенной массы рождались персонажи литературных произведений. Я видела, как они работали с раннего утра до поздней ночи. Неважно, какие были погодные условия, то есть и дождь, и ветер, да, они трудились целыми днями для того, чтобы просто нас порадовать. Это здорово. Идея провести фестиваль бетонной скульптуры принадлежит администрации Свирска. Финансируются мероприятия за счет средств местного бюджета и спонсоров. При Ангаре немало событий, которые привлекают туристов со всего мира. Среди них фестиваль клубники и День Омуля. Теперь в событийный туристический календарь региона добавилось еще одно – фестиваль бетонной скульптуры, который нашел поддержку у областного агентства. Развитие туризма, в том числе событийного – одно из важнейших отраслей экономики, которое является гарантом стабильности Иркутской области. Увеличивает количество рабочих мест и дополнительный товарооборот. Заинтересованность в раскрытии местного туристического потенциала выразил губернатор Иркутской области. Чем еще хорош событийный туризм? Это позволяет увеличивать туристический сезон в регионе. Мы все прекрасно знаем, что у нас активный тур сезон – это полтора месяца, два с половиной месяца и в основном на побережье Байкала. Событийный туризм, он позволяет создавать турпродукт вне сезона. То есть это, соответственно, зима, весна, осень. Побороться за звание самого мастера Витова вызываются 11 скульпторов из Иркутска, Тельмы, Уссулья-Сибирского, Утулика, Байкальска, Саянска, Свирска. Среди всех работ заметно выделяется креативное извояние ангарчанина Виталия Чантурия. Автор по-своему интерпретирует сюжет басни «Зеркало обезьяна». Человек в маске макаки делает селфи. Виталий признается, что и сам не чужд молодежному веянию. Современной тенденцией, нашедшей отражение в бетоне, скорее его ирония, в том числе и над собой. Сейчас современным зеркалом является смартфоном. Люди делают селфи, видят себя, окровляются перед ними. Тоже, в чем, собственно, и описано в басне «Крылова». Призером фестиваля Виталий не стал, однако всеобщее внимание было приковано именно к его скульптуре. А победителем и обладателем премии в 100 тысяч рублей стал мастер из Саянска Евгений Тимкович. Каждая работа достойна, каждая работа по-своему сильная. Я хочу от себя сказать всем ребятам, всем участникам фестиваля, вы молодцы. Я вас всех уважаю. Действительно, вы мастера с большой буквы. Профессионалы выбрали своего победителя. Публика отдала свое предпочтение. При зрительских симпатий достался Сверчанину. Награды, розданные победители, определены. Но вот судьба этих фигур пока еще неизвестна. Вполне вероятно, они украсят собой какой-либо из парков Сверска. Определено, что фестиваль продолжится и в следующем году. Известна и тема – семья. Елена Мельвет, Алексей Кусюмов. Местное время из Сверска.